Я приветствую вас, любовь Иисуса Христа, мир вам! Я рад быть в этой церкви уже не первый раз, не второй раз. Уже, наверное, с детства кто-то сидел там на балконе, но сидя там на балконе, я далеко был от Бога. Спустился вниз, познал Бога. Иногда мы ходим туда наверх и Бога не знаем. Но у меня на сердце не поговорить на такую интересную тему. Я верю и знаю, что, может, у вас говорилось об этом, может, и не раз говорилось, но бывает так, что когда у нас в церкви тоже кто-то говорит, как-то не принимается, приходит другой, скажет то самое, и принялось. Поэтому примите это слово, потому что это слово от Бога. И я это слово сам пережил в своей жизни, и хочу вас вдохновить и сказать то, что Бог живой. Он не поменялся, Он вечный. И то, что мы будем на небе еще Его познавать. Как бы это ни звучало интересно, но я не могу это понять, Бог, как еще мы будем Тебя там познавать? Там так будет хорошо, а еще познавать. Поэтому наш Бог велик. Я, как, кстати, сегодня молодежное собрание, я не знал, что будет молодежное собрание, но я, может, буду говорить молодым, и кто себя чувствует молодым, может, я буду говорить мамам, бабушкам, что есть надежда. Надежда на Бога, который реальный, и который отвечает на реальные молитвы. И даже не на молитвы, даже на наши мысли, мы только подумаем, и Бог уже отвечает. Даже такое было. Иногда приходит кто-то там с молодежью, слушай, Игорь, ты молился? Я говорю, нет. А что ты делал? Я подумал, и Бог исполнил. А, ясно. Так тоже может быть, да? Так тоже может быть. И я назвал эту тему потенциал. Насколько верующих есть сильный потенциал. Мы даже этого иногда не понимаем и не разумеем. И я пока сам в жизни своей не почувствовал, что значит моя жизнь потенциал. Что я вообще могу как верующий? И что я не могу? Есть вещи, которые мы в жизни лазим туда, куда нам вообще не надо лезть. А есть вещи, где мы хочем. А Бог говорит, слушай, стоп, сейчас не твое время. И есть вещи, которые мы... У нас есть силы, знаете? У нас, если много есть силы, мы этой силой можем кому-то даже покалечить, кого-то даже унизить. И считаться, что я верующий. Поэтому, я извиняюсь, если у меня там язык немножко ломается, но латышкий язык, то поймите меня правильно. Я рос, конечно, в верующей семье и в русской семье, но меня Бог призвал проповедовать латышам. И я вообще не мог проповедовать на латышском языке. Вообще. Я проповедовал на русском, и меня переводили. И когда один брат меня просто остановил и сказал, Игорь, хватит на латышки. Я говорю, я не могу. Я его даже умолял, чтобы он мне еще дал еще один шанс проповедовать по-русски. Но он говорит, нет, все. И Бог просто начал открываться и дал мне силу проповедовать на латышском языке. И так говорю, да, потенциал, который есть в нас. Сейчас я встречался с людьми, даже, скажем так, своими одноклассниками. Они, конечно, с меня смеялись, что я попал там в секту, ну, кто как говорит. Но когда прошло время, прошли, может, 10 лет, даже больше, и как-то Бог меня побудил к нему заехать. Тот, кто говорил, что я не прав, я приезжаю к нему. Ну, я сам этого не ожидал, дорогие, что у нас верующих есть то, что мы даже не ожидаем. Знаете, да? Я вообще первый раз, когда встретился, когда был со мной одержимый в машине, я испугался от этого. И я не знал, что делать. И я молился так, как ребенок. Бог, сохрани меня, чтобы этот бес меня не трогал. Надо его изгнать. И знаете, вот так как-то не понимал. И тогда почувствовал, что Бог дает силу. Вау, я даже не знал, не понимал. И когда я к нему, этого человека, приезжаю, знаете, он мне говорит, я к нему приехал, с родителями побеседовал, и я вышел с улицы, и он за мной. И он мне говорит, слушай, Игорь, я кое-что тебя хочу спросить. Я говорю, что? Почему, когда ты зашел в мой дом, просто наступил мир, и я почувствовал это внутри? Ага, я понял. Так. Немножко такая христианская гордость. Ага, значит, что-то там действует во мне. Бог, знаете, Дух Святого говорит, слушай, Игорь, это не твое, это мое. Я свою славу никому не отдам. Иногда мы хочем, дорогие, у нас есть сила, мы хочем как бы от себя что-то сделать. И когда я вышел, и он говорит, слушай, Игорь, эта сила настолько сильная у тебя, что я хочу тебя обнять. Он пришел, меня обнял на улице. Я говорю, Бог, спасибо, что Он так познает и тебя. То, что у нас внутри, дорогие, люди могут познать. И я, может, буду говорить немножко примерами, да, потому что самая хорошая библейская школа – это твоя жизнь. Аминь. Это живая школа. Одна сестра молится за своего сына. Молится, молится год, два, три, четыре, пять. Ну, иногда ее уже не хочется считать. И тут раз она заходит на кухню, утром, как всегда, заходит ее сын. И она сказала Богу такие слова, Бог, ну, ты говорил, что у нас сила есть, но я все, сдаюсь. И заходит сын на кухню и говорит, мама, я видела странный сон. Она говорит, какой сон? Я вижу, что ты, я бегу, нет, извиняюсь, она, ты, мама, бежишь, уже финиш, но перед финишем ты сказала, нет силы. И она сказала, слушай, сын, это было о тебе. Я сказала Богу, когда тебе молилась, что нет сил больше о тебе молиться. Прошло время, он покаялся, он уже служит Богу. Почему? Потому что, дорогие, у нас есть сильный потенциал, который за этот потенциал, конечно, борется кто? Дьявол. И он понимает, что у нас есть внутри. У нас, знаете, у нас иногда люди приходят и говорят, слушай, там, Игорь, Вася, Федя, слушай, у тебя столько много минусов. Слышь, ты не говори, я верующий. И потом, знаете, мы можем прийти и сказать, слушай, а я вот гоними, меня вот обзывают, я верующий, дорогие, меня Бог научил одну вещь. Игорь, может и быть такое, что мир говорит о тебе правду. Может, тебе надо поменяться? Значит, что я понял в этом смысле? Я понял такую вещь, дорогие, я понял такую вещь. Если я получил силу без откровения, я устану. У меня нет откровения, я устану. Интересный пример. Бог исцелил мою жену от рака. 28 лет. Я когда я ввел себя в онкологию, я, знаете, ну, конечно, мы возлагали руки, да, селением помазанием, да, церковь молилась, да, все делали, все делали, результата нет. Знакомая? Результата нет. И тут раз я, я как-то, знаете, ну, христианское сомнение есть. Есть? Есть. Бывает. Мы говорим, что не веря. Это сомнение. Веря у нас есть. В Бога есть. У нас сомнения приходят, дорогие. И когда я утром встал на работу, иду, и жена встает, и мне говорит такие слова. Слушай, муж, а я исцелена. Я ей говорю, слушай, тебе англ с неба это сказал? Тебе Бог это с ней сказал? Игорь, слушай, тут другая проблема. Я говорю, какая? Она говорит, очень интересно, я скажу то, что когда я пришла к Богу, дорогие, будь искренним с Богом. И я сказала Богу такие слова ночью. Бог, у меня нет веры, вера, что ты меня можешь исцелить. Но если... Она говорит, я открыто это говорила. Но если ты дашь мне эту веру, уберешь это сомнение, я получу исцеление. И знаете, и она говорит, я почувствовала, как Бог сказал, ты исцелена. И она мне это говорит. А слушай, жена, давай-ка все-таки проверимся. Знаете, иногда жены, они больше верят, чем мужья. Бывает наоборот. И когда мы поехали на... Ее поставили там на стол, по-женски был, поставили на стол и сказали, слушайте, у нее была операция перед этим, у детей у тебя не будет, то не будет. Ну, все. И когда ее положили, опять готовят жена операцию. Моя мама тоже ехала. И врач сказал, слушайте, кто тебя сюда отправил? Ну, вот бумаги, вот все, показаны снимки. Она говорит, слушайте, я ничего не понимаю, но ничего нету. Она заплакала. А врач ее не понял, она говорит, она начала ее утешать. Слушай, все хорошо, у вас рака нету. Все хорошо. Она говорит, слушайте, я не из этого плачу. Я плачу из того, что меня Бог исцелил. Иногда мир не понимает, из-за чего мы плачем. Мы не плачем из-за того, что нам плохо. Мы плачем из-за того, что мы знаем Бога. Это очень важно. Потенциал, дорогие. У нас в жизни есть цель. Но если эта цель без откровения, дорогие, я сделаю очень много ошибок. Очень много проблем в своей жизни. И я буду сзади оглядываться и скажу, слушай, я был неправ. Простите меня. Очень важно, чтобы я понимал, что я хочу вообще от Бога. И зачем я вообще здесь нахожусь. Зачем я вообще слышу Бога. Дорогие, чтобы Бог меня спас, Ему не надо много времени. Ему надо только посмотреть на тебя, ты уже примешь Его, как спасителя. У Бога иногда, как я говорю, менять не то, что трудно, а Он очень мелко, очень мелко и очень даже, скажем так, иногда скромно меняет наш характер. Не так? А зачем? Чтоб пришло время твоей жизни, и ты проявил силу, которая будет идти с откровением и силой. Только тогда ты поймешь, что хочет от тебя Бог. И смотрите, 2 Коринфянам, 4 глава, написаны такие слова. 4 глава, 18 стих. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Мы каждый сегодня принимаем какое-то решение. Каждый что-то хочет в жизни своей решить. Каждый. Но я хочу сегодня, чтобы ты и я задал вопрос. Бог, я получил об этом откровение, что это мне надо? Меня Бог так учит. Мне один брат, слушай. Я говорю, слушай, брат, не знаю, какую машину купить. Надо молиться Богу, получить откровение. Игорь, ну зачем? Это бетовуха. Ну это машина. Зачем тебе? Купил и все. Я говорю, нет, не хочу. Я хочу получить от Бога с откровением. Все. Не только, дорогие, духовные вещи. Мы иногда, вот духовные вещи я хочу получить от Бога, вот по-духовному. Но есть вещи нашей жизни, которые реально решаем мы сами. А потом мы приходим и говорим, Бог, помолись, ошибся. Но я хочу кое-что вам сказать, что Бог никогда тебя не будет упрекать, даже если ты ошибся и пришел к Нему. Никогда. Потому что ты пришел к Нему. Это очень важно. Бог, ну дай мне такое откровение. Я хочу жить по откровению. Я хочу слышать тебя. Я хочу двигаться тобой. Я хочу, чтобы мои глаза открылись. Больше и больше. Якова написаны такие слова. Смотрите, я сейчас открою. Якова написаны такие. Первое. Послание апостола Якова написано. Первое и пятое стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Значит, Бог никогда не придет. Слушай, я же тебе говорил, я же тебя упрекал. Никогда такого не будет. Значит, если ты хочешь получить дальнейший план на свою жизнь, проси у Бога мудрости, чтобы этот план был живым в твоей жизни. Что получается? Очень просто. Только ты получил от Бога откровение, и ты это делаешь, дорогие. Первое. Ты будешь сам себя чувствовать хорошо. Правильно? Бог же хороший, Он благ. И что еще остальное? Когда ты получаешь откровение, это заметят другие люди. Почему? Как они заметят? Очень просто. Где благословение Божие, там заметно, что там есть благословение. Где нет благословения Божия, там тоже заметно, что нет благословения Божия. Тогда что это значит? У меня есть очень много силы. Я хочу что-то делать. Дорогие, делать много силы, это еще не значит, что ты не сделаешь ошибку. Есть вещи, которые, дорогие родители, молодые все, мы в своей жизни делаем об ошибке. Мы в своей жизни делаем неправильные такие-нибудь какие-то решения. Но самое интересное то, что когда я сделал ошибку, я понимаю, где есть истина, на какой путь мне встать. Это самое главное в моей жизни, чтобы я понял, что есть истина, значит, ошибка в моей жизни. Если я пришел к ней, к Богу, знаете, что получается? Получается то, что эта ошибка превратится мне в благословение. Это очень важно. Превратится мне в благословение. Никогда не бойтесь говорить за ваши ошибки. Никогда не бойтесь. Конечно, там не надо говорить, что такие, что там, знаешь, слабые в вере, и ты ему скажешь свою ошибку, он скажет, слушай, а я думал о тебе по-другому, ты такой верующий, а так ошибся. Нет, дорогие. Есть вещи, кому ты можешь доверять, а есть вещи, кому ты не можешь доверять. И если у тебя нет личных отношений с Богом, если ты не открыл всю наготу Богу, ты не получишь откровения. Бог хочет все видеть в твоей жизни, чтобы тебе помочь. Все. Разве Бог не видит? Бог видит. Бог все прекрасно видит. Он хочет твое сердце, чтобы оно было нараспашку Богу. Тогда Бог, только тогда Бог реально может менять тебя и эту силу, что Он вложил в тебя, использовать. Сижу, неверующим я был, и меня друг пригласил к одной там соседке. Заехали. И знаете, что происходит? Он говорит, слушай, ну эта соседка колдует. Ну, я говорю, а меня ничего это не берет. И когда мы там сели, она начала что-то делать, и она этому пацану говорит, знаете, я кое-что хочу сказать, он мне не нужен, а этот мне нужен, она на меня говорит. А я такой, ну знаете, посмеялся там, ха-ха, да что ты там. И она приходит и мне говорит, представьте такие слова, если ты хочешь получить силу другую, хоть я еще не верующий, но на мне молитва. И она говорит, если ты хочешь получить силу другую, сделай один шаг. Я говорю, какой? Распахни сердце свое ко мне. Это говорит дьявол. Распахни свое сердце мне. А я ей говорю, слушай, нет, вот этого я делать не буду. Почему? Сила молитвы действовала на мне даже тогда, когда я был неверующий. Слышите, родители? Даже тогда, когда ваши дети или родственники неверующие, сила молитвы действует на их жизнь. Это очень важно. Что я хочу от Бога, дорогие? Я должен разобраться со своей силой. Вообще, куда она идет? Кому я ее отдаю? Какому жертвеннику я ему несу? Если я не нахожу радость в Боге, я найду радость где-то в другом месте. Человек всегда ищет такое состояние, чтобы себе сделать хорошо. Он всегда будет искать свое такое место, чтобы себе сделать лучше. Поэтому, дорогие, очень важно знать, как я действую, что я делаю. Получил я откровение вообще об этом? Об этом. Мы из-за правильной понимания силы, знаете, что делаем? Неправильно помогаем людям. Просто неправильно. Было такое, что мы говорим замечание, он меня не слышит. Мы говорим ему замечание, он как-то стал даже агрессивный, и от меня отвернулся. Почему? Я неправильно делаю подход. Значит, я не получил откровения от Бога, чтобы прикоснуться к этому сердцу, и чтобы это сердце расположилось ко мне. Это очень и очень важно. Значит, кому я верю? Это притча написана. Я быстро, чтобы время не тянуть. Притча написана, такие слова. Третья глава притчи написана. Такие слова. Пятый, шестой стих. Смотрите. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит все за твои. Значит, на всех путях, где Бог тебе дает, ты должен понять, что хочет Бог. Все пути, дорогие. Домашние, рабочие, еще какие-то. Я должен знать, что от этого хочет Бог. Даже тогда, когда в моей жизни очень плохо и больно, я должен использовать ту силу, которая дана мне от Бога. Понимаете? А знаете, что это за сила? Я понял. В благодарении есть исцеление. Вау, это так просто? От Бога получить просто. Но не просто. Иногда нам получить откровение. Потому что есть люди, которые понимают совсем Бога по-другому. Смотрите пример. Многодетная семья. Мы растем. У меня в жизни все нормально. Верующий. Ну, как будто нормально. Мама это видит. Что происходит дальше? Моего брата не очень хорошо. Ну, не очень хорошо. Мы знаем, какой мир. И мама молится Богу. Бог. А материнская молитва насильная. И она молится, молится, молится о том брату, которому плохо. И знаете, что Бог говорит? Дочь моя. А я работу начал по-другому. Как по-другому? Я начал старшего сына. Ну, Бог. У него же все нормально. Это обо мне. У него же все нормально. А Бог говорит, ненормально. Значит, видимое. Увидела видимое. Дорогие. Есть вещи. Есть сила. Которая может проникнуть в любому человеку. Если я получил откровение. Знаете, почему многие люди? Мы иногда не можем идти проповедовать на улице. У нас нет откровения. И я сижу на машине иногда. И человек, ну, голосует. Я беру его. И жена мне говорит потом. Слушай, Игорь, а я чувствовала, что ты не мог с ним говорить нормально. Потому что ты не получил от Бога откровение. Я говорю, да, жена. Я честно говорю. Я говорил о Христе. Говорил. Но я чувствовал, что я от Бога откровение не получил. Вот это состояние надо в жизни моей просто поймать. И это состояние моей жизни, оно решит проблему дальнейшую. Еще тогда место. Притча 18 глава, 15 стих. Притча 18-15. Написаны такие слова. Сердце разумного приобретет знание, а ухо мудрик ищет знание. Значит, сердце разумного приобретет знание. Если мое сердце правильное, это будет правильное решение. Наш такой велик Бог. И еще 21 притча 21-21, 5 написаны такие слова. 21-5. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Значит, знаете, я заметил, дорогие шофера, как мы делаем, когда я вижу, когда мергает светофор? Что я делаю? Я торможу, да? Не торможу. Я нажимаю, насколько можно, сколько она там в движок может, чтобы проскочить. Бывает такое? Бывает. Меня жена родила, сейчас недавно, доровленная от Бога. Сказали, что не будет. Но, видите, Бог исцелил и дал. И я, когда вез ее в больницу, я нарушал. И я, иногда мы свою силу, когда влагаем куда-то в другое место, и мы оправдаем, знаете, делаем оправдание. Но я, видишь, что Бог, Бог же видит мое сердце, дорогие. Бог-то видит твое сердце, но полицейский твое сердце не поймет. Просто не поймет. И я нарушал. И Бог мне ответил, Игорь, есть закон, который дан от Бога, а есть закон, который дан здесь, там, на земле. Есть. И я должен его исполнять. Бог на этой земле все устроил, все устроил так хорошо, чтобы моя сила действовала в Духе Святом. Он все отдал. Не думайте, что Бог даст себе что-то больше. Не даст. Он отдал все. Просто мы неправильно это используем. Поэтому последнее местописание. Римлянам написаны такие слова. Десятая глава. Смотрите, очень важные слова. Я могу гореть, но без откровения. Это ужасное состояние. Я думаю, что каждый когда-то испытал такой момент. Горю, горю, и потом устаю. Все. Не вижу. Просто не вижу. Дорогие, бегите к источнику. Возьмите это откровение. Сила у вас есть. Возьмите это откровение. Римлянам здесь написаны такие слова. С первого и первого стих. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Богу, но не по рассуждению. И третий стих. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Они взяли, знаете, силой неправильную праведность. Вот свою праведность взяли, неправильную, дорогие. Поэтому я хочу, чтобы вы каждый испытал тот момент в жизни, чтобы вы почувствовали, какая есть реальная ваша сила. Ибо, последнее. Я говорю, молись Богу, пускай Бог счастье тебе даст. Я не мог помочь. Это тоже есть откровение от Бога. Когда ты говоришь, я не могу помочь. Мы иногда приходим, ну знаете, вот у меня есть такая мысль. Я могу тебе дать такой совет, дорогие. Неправильный совет, он неправильно ее использует. Что, будешь человеком? Он идет в погибель. И слава Богу, что Бог ей открыл, что читать. И это местописание наполнило не только ее маму, но и ее саму. Потому что Бог откровение дает и тебе, и тому, кому ты говоришь. Понимаете? Поэтому я очень благодарен. Эта тема, конечно, очень долгая прошла. Но я так жал ее. Пусть вас Бог всех благословит. Никогда не бойтесь благословлять других. Никогда не бойтесь молиться за других. Мой ребенок маленький молился за исцеление. Вот я смотрю, как он молится. Он разлагает маленькие, разлагает ручки и молится. И смотрю, что-то быстро Бог исполняет его желание. И я молюсь Богу. Почему ему? Не мне. Я же дома священник. Ну, у меня же тоже есть сила. Ну, он маленький. И Бог Духом Святым проговаривает. Сын мой, я свою славу никогда никому не отдам. И в этот раз ты помолишься, потом, ага, может, и там еще помолишь. Может, и там. А ребенок, он по-детски. Вот просто ничего себе не брал. Просто взял и помолился. Поэтому пусть вас Бог благословит. Аминь. 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 Продолжение следует...